всем привет еще раз у нас здесь разговор про разработку приложений подлинных программ обеспечения вот и я внезапно сегодня делаю лекцию экспромтом потому что предполагалось что после разговора с мэйком и разговора вернее про мэйк и всем вот этим вот о чем у нас тут шла речь в прошлый раз предполагалось что после этого разговора мы с вами будем говорить о мета инструментах которые позволяют делать настройку на наличие или настройку на конкретное сборочное окружение наличие и отсутствие соответствующих библиотек на включение выключение различных профилей сборки на операционные системы и так далее однако при разборке домашнего задания точнее при ответе на вопрос на вопросы по про домашнее задание возникла следующая интересная проблема вот смотрите у нас есть вот здесь вот у нас есть примерчик который нужно было в домашнем раз задание разобрать а в нем есть программка вот это где она вот это который прок . си вот который что-то там такое выводит в частности она выводит свое собственное имя аргвы 0 да и нам нужно было давайте это прямо сделают при вас а это не будет линукс дев линукс дев 22 ну пока ничего нет вот прямо здесь будем это делать тогда значит посмотрите в чем была проблема допустим мы написали программу который ну какая-то такая прок . си которая пишет выводит там она была делать на стандартный вывод ошибок но мы уже понимаем что это все без разницы давайте даже 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 напишем что нибудь типа такого ним и здесь пор пор чуть был на целый день range и равняется нулю скобочки кажется здесь не пишутся и меньше ргц и плюс 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 принт можно даже не принт а путь разница правильно put с что куда да выйди отсюда у тс аргв и к стд put с чего-то мы не на таревку тест что да да смотрите да 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 вот я как раз ровно про это про то сейчас я сейчас объясню почему почему для меня это было скорее стопером чем вот более опытные товарищи начали обходить это условие да но я имел ввиду совсем друг вот вот мы написали некоторую программу мы ее скомпилировали все как у людей да там минус опрок мы запустили в задании было также сделать make файл который позволит скомпилировать такую же программу но с ключом минус статик и как-то так она должна была называться неважно как она или там проб минус она называется неважно как называется вот это я делаю не здесь это надо сделать на браке нашим извините дубль 2 давайте даже не так сделаем прокси линук спрак вот и туда зайдем вот не будем да значит вот это она же прокси вот мы скомпилировали динамически вот-вот мы скомпилируем сейчас скомпилируем сейчас статическими на статик и назовем и прок а в задании была такая просьба написать тесты для программ которые в для всех программ а там нужно было их три варианта скомпилировать да значит с библиотекой из и чисто из исходников идем из со статической библиотекой вот в задании нужно было написать такие тесты для этих программ которые бы проверяли что у них выдача с одинаковыми параметрами одинаковые а это выучить никакому параметры у них разное но почему она у них разные потому что аргвы 0 очень программ разный у прогу аргвы 0 прога аргвы 0 а у опрок агвы 0 прога и так почему то пошло обсуждение что часть людей просто не знают что с этим делать а часть людей считают вот как например александр который сейчас вступил у нас в чатик в диалог считает что это просто такое ну небольшое усложнение не очень сильное усложнение задачи ну давайте сделаем так чтобы у нас при запуске каждый программ назывался одинаково вот ведь линкан линк вот это все вот и мы даже обсуждали несколько способов это сделать в баши есть отдельный параметр и где который позволяет запускать программу под именем в альт линуксе есть прям утилитка которая называется у нас которая позволяет запускать программу под произвольным именем вот вы можете там на самом деле подменить аргвы 0 себе путем некоторых хитрых манипуляций вот в общем есть много разных способов ни один из них не имелся в виду когда я давал домашнее задание в котором было написано буквально для каждой из бинарников запускается тест и они должны совпадать их нужно сравнивать обратите внимание на перенаправление стадоер я на самом деле имел ввиду не только перенаправление но обработку этого стадоера потому что именно стадоер там выводился факт в ноль с которым как раз нужно было проделать всякие манипуляции вот к сожалению я пал жертву своей такой овер квалифицированности в данной области потому что когда я сталкиваюсь такой задачи у меня как бы на совершеннейшем автомате в голове формируется сразу разным много разных способов решения этой задачи а именно задачи обработать вот этот текст перед тем как поместить его в тест то есть фактически на самом-то деле имелось в виду хотя здесь это не было сказано явно потому что я считал что этому должно почему-то я считал что должно автоматом в голове происходить имелось в виду что разумеется эти две программы в некоторых случаях выводят различный вывод потому что они выводят на первое имя но именно это имя из вывода надо пофильтровать давайте мы ухудшим немножко ситуацию ну нет уху мы и сейчас хочешь но потом вот это вывод надо немножко фильтровать чтобы в результате выдачи то все было все таки одинаково вот и я даже сам предлагал с некоторым недоумением простейшие способы ну допустим вот такой способ минус один нет сейчас плюс почему ты л плюс 1 не работал может хит какой что-то я туплю один минус да точно это вот вот тут похоже вы права я нет дать проверим тут меня советует один минус написать нет мне казалось что минус один что ты может я не по небу неправильно понимаю ну в общем какой-то такой простой способ властном lines а все спасибо всем спасибо все все свобода значит плюс один от начиная сначала там не с нуля начинается нумерация с единицы с единиц она начинается так вышло короче вот вот простой способ простой способ вырезать и из обеих из работы обеих программ соответствующий кусочек вот начинать просто со второй строчки а первую первую игнорировать и вот смотрите эти два вывода уже вполне себе будут будут одинаковы и это вполне соответствует нашей задачи протестирует выдачу из которой мы выковырим соответствующий кусок где это выдача должна различаться тут правда есть разные нюансы про которые мы как раз сейчас и поговорим но в общем не важно но для того чтобы такие штуки работали в действительности нужен некоторый навык который в общем то совершенно не связан напрямую с навыком разработки приложений под линукс но выяснится что вам он нужен будет в будущем если вы собираетесь программировать под линукс много и часто это навык работы в командной строке и работа с командным интерпретатором и использование всевозможных 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 утилит который текст обрабатывать значит да я знаю александр сейчас мы до все дойдем не волнуйтесь вместо того чтобы подглядывать в лекциях какие-то значит одиночные варианты решения проблем понятное дело правильнее было бы подойти к этому делу системно изучить тот инструментарий который мы можем пользоваться для решения подобного рода задач вот и найти в нем лучший вариант который мы сейчас конечно найдем вот значит который мы с вами конечно найдем но в общем все получилось что это за задача как что это за задача про которую я вам грожусь что вам придется решать часто и много если вы решились программировать под линукс эта задача условно говоря девопская девопс девопская извините значит который в общем в общей формы в общем в общей форме формулируется как задача склейки идея в чем у вас есть огромное количество различных компонентов вашей системы в случае линук системы в первую очередь и утилиты которые умеют разные подзадачи решать и эти подзадачи никогда почти не решают всей задачи целиком задача сконструировать решение вашей задачи лежит на вас в частности вот у нас есть мэйк файл который решает свою правильную подзадачу а именно организации графа построения графа сборки и вызова соответствующих команд но мэйк файл за вас не будет решать задачу ну например модификации вывода вашей программы потому что она выводит то что вы собираетесь тестировать не равно тому что она выводит или у вас есть какой-то какой-то сервис или там какая-то утилита который пишет какой-то журнал вам нужно из этого журнала вынуть какие-то значения проанализировать их посчитать и скормить результат какой-нибудь еще утилит который собирается статистику или вам нужно автоматически взять и чем там переименовать папа по некоторому шаблону или 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 и много 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 разных пациентов более или менее на каждую тривиальную подзадачу в классическом linux дистрибутиве уже есть утилиты которые под задачу решают мы сейчас об этом поговорим но с очень большой вероятностью вам все равно придется конструировать эти решения то есть склеивать склеивать из кусочков разные такие микро программки вот вот ровно микро программки размером вот в две команды это в три команды в пять команд который будет решать то что делать в то что вам вот немножко бла-бла значит общая идеология там потом подобного рода подхода который я в прошлом году уже даже пытался выдать за парадигму программирования и это даже прокатило но в этом году меня совесть заела я на самом деле парадигма это считать не готов общий подход говорит о следующем у нас есть командная строка в которой мы и так пользуемся какими-то утилитами вот она мы пользуемся утилитами ls да мы пользуемся утилитами ну не знаю там файл вот как-то так да и в какой-то момент мы ими так пользуемся что понимаем что вот эту пачку команд который мы выполняем из командной строки надо бы положить куда-то в какой-то файл и выполнять прямо этот файл то есть все то что мы делаем в командной строке но только чтобы оно само этот подход к программированию называется скриптование вот когда мы просто берем и складываем все те же команды которые мы и так делали руками но файлы теперь он делается ногами ну или написание сценариев если хотите все можно так можно так окей а какими свойствами должна была обладать такой язык написание сценариев на котором мы собираемся вот эти самые скрипты запускать ну сейчас со всей очевидностью был бы неплохо чтобы был нормальный язык программирования с ну например достаточно алгоритмически полный ну скажем так актуально алгоритмически полный то есть алгоритмически полно на том классе задач которым собираемся решать ну там чтобы циклы переменные условные операторы во вторых было бы очень неплохо чтобы этот язык был ориентирован на те задачи которые мы решаем например мы очень много вызываем всяких утилит совсем разных утилит да там каких-то и чтобы в этом языке программирования точно так же легко эти утилиты вызывались вот мы хотим работать с вводом-выводом этих утилит и чтобы в этом языке программирования работам вот с вводом выводом этих утилит было очень простой и делалось бы очень 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 коротко и достаточно достаточно очевидно то есть это не просто язык программирования а довольно высокоуровне язык программирования еще и с очень серьезным закосом на управление процессами потоками текстовых данных вот этим файлами вот этим все ну и да с какой с некоторой вероятностью эти данные будут тексту и потому что раньше мы их читали глазками глазками читали но тут много много тут много читали глазками а теперь мы хотим из этих из этих текстовых данных вычленить какие-то нужные нам но разумеется поскольку они текстовый мы вполне можем ограничиться такими таки такими утилитами которые работают вместе с текстовым представлением данных эти тексты модифицируют собственно именно в них то и будет состоять окончательное решение вот той мелкой задачки о которой мы говорили в начале всем этим свойством обладает интерпретатор командной строки он же язык программирования он же язык склейки то бишь командная оболочка который называется шилл точнее гнездо такого рода языков которых в том том же линуксе может быть несколько больше одного разных самый классический представитель шеллов это баш а самый такой продвинутый это z shell вот которым я пользуюсь например именно шилл себя включает интерпретацию командной строки и средства программирования причем достаточно алгоритмически полный и он очень сильно зачесан на работу именно вот с такого рода задачами с преобразованием текстов с управление процессами с склейкой между процессами вот это все пошеллу и по программированию на шеле можно прочесть целый спецкурс жалко он не очень востребованный поэтому мы с вами сегодня будем опять играть в игру впихни не впихиваемые вот и попытаться этот весь семестр этот весь целый спецкурс упихать в одну в кусок лекции для вас сколько сможем столько упихаем могу сослаться на свой собственный учебник который написал в далеком 2004 году эту тему точнее мы вдвоем написали с моим с автором кириллом маслецким вот но в принципе документации учебников методичек фигурен всяких пошеллу и по тем утилитам которые при этом вам понадобятся какая-то чертова прорва я попытался перед лекцией проанализировать найти лучше не нашел мне кажется что если вам попадет попадется реально мутные неправильное руководство то вам сильно не повезло обычно они все-таки достаточно понятно давайте сначала поговорим прошел как про вот такой высокоуровневый язык программирования для решения наших команд лайн их задач шли есть переменные за вашего позволения я буду сразу на нет не буду шли есть переменные вот которые согласно моде тех времен когда шел изобретали это было очень давно в которых различается использование переменной по имени и подстановка значения переменной когда вы используете переменную по имени вы используете только ее имя когда поставлю поставить папа подставляете значение вы используете доллар в начале вот то есть мы можем определить переменную а написать а равно там жам-жам-жам вот а для того чтобы посмотреть использовать значение переменной она написать доллар эхо доллара подстановка бывает обычная вот а бывает например давайте мы какой-нибудь более хитрый джам джам сделаем допустим вот подстановка бывает обычный а можно сделать в этой подстановке какую-нибудь легкую не страшную пост обработку например взять и отрезать от нашей переменной все что за что идет после точки что здесь написано ну во первых понятное дело здесь используется подстановка переменной которая более полная форма с фигурными скобочками вот это то же самое что без них то есть разницы никакой а вот модификаторы внутри фигурных скобочек говорят буквально следующее за подробности отсылаю вас в документацию по любому shell в частности по z shell просто проиллюстрирую что здесь написано здесь написано что подставить содержимое строки который лежит в переменной а убрав из нее из конца шаблон наиболее длинный шаблон начинающийся на точку обратите внимание знатоки регулярных выражений шаблоны использующиеся использованы вот в такого рода постобработки это не регулярные выражения это шаблоны похожие на шаблон генерации имен файлов в шелли вот в шелли регулярные выражения в обычном шелли не используется вот а используется вот такой язык шаблонов он более простой даже не является регулярным он менее мощный существенно это означает точка за которой следует любое количество символ давайте ради интереса попробуем отрезать не от точки от буквы х или от буквы сх вот видите отрезается строка часть которая самая длинная часть которая начинается на исхо за который следует любое количество символов это не повторитель да это не регулярные выражения это такой язык шаблонов иска любые кристики вот ну точно так же можно отрезать начало можно отрезать допустим смотрите можно отрезать не самый длинный кусок а самый короткий кусок вот можно отрезать начала но тогда написать наоборот до отрезаем все до точке или самый длинный кусок есть еще куча всяких пост обработки подстановки смотрите в документации к вашему шеллу обратите внимание на то что классический shell который в линуксах обычно называется dash или аж но в вате он называется аж потому что не стоит вот скажем тебя не он называется dash у нас на линук спраке он не стоит но в общем им почти никто не пользуется им дебянов используется для написания скриптов непонятно зачем вот значит так вот обратите внимание на то что в больших шеллах взыше и в ваша очень развесистый синтаксис вот такой пост обработки там гораздо больше чем в стандарте шелла все что мы можем вызвать из командной строки с точки зрения языка программирования под названием shell тоже является командой то есть смотрите мы можем например вызвать команду cd до команда cd является командой самого шелла мы не можем запустить сторонний процесс чтобы нам сменил текущий каталог для нашего процесса так не бывает это из это нарушает принцип изоляции окружений изоляции до понятия текущий каталог входит в понятие окружения мы не можем сделать так чтобы наш потомок изменил нам окружение команда cd является встроенный в шелл но подавляющее большинство команд которые мы используем скорее всего это внешние утилиты даже такие простые команды как эхо могут быть встроены в шелл но вот но есть и обычный вариант да то есть если у вас хитрый ваш шелл а у нас какой шелл у нас за шелл если у вас хитрый шелл не хитрый он имеет встроенная команда эхо но для тех шелл в которые совсем не хитрый то есть команда бинных которые делать то же самое что и обычная эхо и все остальные команды которые мы можем вот все файлы которые лежат в сербине у меня тут 600 штук слэш бени и вообще где угодно любая команда которую можно запустить из командной строки воспринимается языком программирования шелл как просто такая вот такой оператор ну перелы с такой оператор он у него есть выдача на стандартный вот и вот она и у него есть еще между прочим код возврата поэтому поговорим чуть позже любая утилита на самом деле является оператором языка программирования шелл интересно мы встретимся еще с этим соответственно когда неюбиса задает вопрос сколько команд в линуксе ответить ему тяжело на этот вопрос всем ну потому что столько сколько ты поставил пакетов вот сколько тебя в бинаре в слэш бене из юсер бене еще и с бене да вот наверное это почти все команды линукса вот у меня их тут видите порядка 800 вернее 750 еще со стороны шелла есть поддержка синтекса когда мы эти команды запускаем в параллель то есть когда мы вспоминаем что это не просто оператор который что-то сделал поработал и выдал результат а еще и бинарник который может вполне работать параллельно вот мы например можем написать программу которая с помощью утилиты слит а это тоже утилита смотрите такая утилита который спит один который спит спит столько сколько и скажете она спит у нас сейчас 5 секунд да вот если мы запустим этого и она этого этого будет выполнить утилиту slip 5 секунд будет ждать 5 через пять секунд слит закончится и вот вот при этом опять-таки slip это тоже это тоже программа вот по понимаем только что смотрели вот мы воспользовались программы slip как оператором подождать 5 секунд кстати мы можем вот так вот еще выполнить эту стрессировкой можем запустить shell скрип стрессировка видите он печатает выводит на стандартный вывод ошибок вся команда который который выполняет вот видите да так вот мы можем эту команду запустить как оператор а можем и запустить в бэкграунде вот фоне и она будет 5 секунд работать ведь она вывела слова slip и теперь она на 5 секунд зависла вот а мы в это время продолжаем работать давайте здесь еще сделаем вот вот мы продолжаем работать с некоторым и нам будет выбиться на стандартный экран это самый слип дам вода в шелле который является интерпретаром командной строки есть довольно много и всяких инструментов для управления вот этими запущенными фоне процессов процессами но это не является темой нашей лекции иначе мы навсегда в этом завязан но вот синтаксис языке программирования по работе с процессами есть более того мы можем запустить вот этот самый процесс в фоне да и подождать его завершения тысяч видите команда white вспомнила о том что у нас запущено несколько родительских несколько child дочерних процессов подождала завершение всех в данном случае одного вот ну и после этого только закончила работ можно вот так же сделать вот вот это первый закончился а вот это второй опять таки за не менее времени отсылаю вас к соответствующей учебнику документации и всему остальному но управление процессами это довольно хитрая штука но с точки зрения с точки зрения этих самых нашего скриптования не настолько тут александр говорит что в сбине еще много пакетов но вообще-то в сбине их не так должно быть много потому что это специфические утилиты для администратора которые обычным пользователям обычно не нужны их не так уж много вот значит продолжаем изучать наш shell как язык программирования который одновременно является языком управления системой и стал быть умеет обрабатывать тексты и работать с процессами поскольку и является языком склейки поскольку шелт язык склейки причем язык склейки утилит причем лизык склейки утилит которые в основном порождают текстовый вот и вывод а даже если он не текстовый то значит обрабатывают друг дружки на вот и вот их надо склеивать очень много в шеле посвящено в том числе в плане юзабилити перенаправлению ввода вывода тех самых операторов дефис утилит которые мы который шел и мы шел можем вызывать мы с вами это все примерно знаем но давайте для того чтобы те из нас кто вот это все смотрит действительно надеюсь научиться программировать под линукс но не имея вот этого бэкграунда хотя бы ощутил с чем ему придется тоже имеет дело и и вот да значит перенаправление ввода и перенаправление вывода абсолютно тривиальные штуки трудно мне было признаться себе что про это надо рассказывать в данном курсе но видимо на вот у нас есть какая-нибудь произвольная команда моя любимая команда дэйт моя клюмина команда дэйт выводит текущую дату почему тут кстати ютусы надо поменять я почему-то время время в гриппа грины сейчас видео вот вот текущую дату вот перенаправить вывод нашего оператора ну то есть наши команды дэйт в произвольный файл можно с помощью операции больше операция больше это такая синтаксическая конструкция в шелле то есть это делает за нашел что при запуске при запуске команды дэйт вместо в качестве стандартного ввода то есть descriptor как вывода descriptor 1 будет у этой программы открыт не терминал а файл самой программе в общем все равно куда у нее смотрит descriptor 1 она может проверить терминал это или нет поможет забить на это в данном случае я думаю что забил вот так что у нас файле теперь лежит то же самое что лежит что что лежал что что же выглась бы на терминал в то время когда работал команда перед перенаправление вывода точно так же работает перенаправление ввода возьму мою любимую команду hexdump с моим любимым ключом минус c который выводит такой привычный шестнадцатичный дамп чего-то и задампим этот самый файл вот обратите внимание на то что сейчас я никого перенаправления ввода не сделал у команды hexdump есть просто параметр такой задампе файл но мы можем сделать перенаправление ввода вот так вот и это между прочим совсем другое чем вот это здесь сам hexdump открыл файл из него читал здесь этот файл открыл ему шелл и в качестве перенаправления ввода дал ему это в качестве перенаправления ввода вместо стандарт инпута то есть нулевого дескриптора время в качестве нулевого дескриптора подсунул ему вот это открытый файл вот ну дальше все работает совершенно одинаково давайте мы лучше напишем какой-нибудь простейший скрипт который будет вводить прямо стираю со стандартного ввода мы увидим как это делать ритм а принт там не знаю доллар а только не принт ореха эхо доллара давайте теперь вот так сделаем о смотрите что сейчас произошло наша супер программа которая считает стандартный вот помещает в переменную стандартный вот до перевода строки помещать переменную дальше выводит прочитала это из файл вот при направлении ну что еще такого весело сказать точно так же перенаправляется стандартный вывод ошибок смотрите если мы допустим скажем вот вот так вот то вот эта диагностика как мы с вами уже кажется говорились не говорили то вот я еще раз повторю она выводится не туда же то есть мы ее видим на терминале потому что есть такой принцип управляющий поток данных и поток управления должен быть совмещен и поначалу мы видим ее на терминале но в действительности если мы перенаправим вывод то мы почему-то в самом файле о увидим что он пустой и туда ничего не попало а сообщение получим на экран почему потому что данные у нас помещены в файле о только их нету никаких данных лс не вывела а сообщение нам продолжали выводить на стандартный вывод ошибок который имеет descriptor 2 так что если мы хотели перенаправить именно его мы должны были написать вот так вот теперь она работает перенаправление стандартного удаши но есть все еще есть опять таки в ну еще про две вещи расскажу а потом скажу что в старших шеллах работать с выводом очень хитрая и гораздо более развитие при направлении вывода можно еще добавлять файл допустим вот и еще есть такая волшебная штука которая называется хир документ когда вы хотите чтобы то что вы вводите непосредственно указывалось прямо в скрипте смотрите что-то типа такого я сдам минус c девич вот как это работает давайте как это работает вы пишете специальный символ две скоб две два раза меньше после него вы говорите каким будет конец какая бы какая строка будет символизировать конец ввода дальше пишите прямо здесь хир документ весь ваш ввод а дальше шелл совершает хитрую штуку он по всей видимости с помещает это функции дать посмотрим сейчас датикой попроще что не сделаем ну хорошо а ну да так у нас много локалей всяких на самом деле еще надо а нет я сказал не вижу здесь открытие файла давайте попробуем тогда убрать минус минус ефайл посмотрим какие ваще он системный вызвать так хорошо давайте отложим это файл раз уж она такая хитрая минус в минус о лог так но это мы открывали библиотеки это локаль 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 чуть я не понимаю не понимаю где у нас файл открылся а слушайте он наверно открылся наверное шелл открыл стресса не увидел все я понял хорошо как она у нас называлась то давайте вот что сделаем давайте попробуем 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 вот так сделать еще минус да что ж такое пока от минус c ну окей а да вот же он вот он вот он все значит александр никакой магии не происходило все на самом деле проще я собственно именно поэтому переписывал нашел скрипт поскольку эту операцию делать за нас шелл и стресс уже не покажет из трейса уже покажут от дескриптеров которым уже все есть вот смотрите давайте мы еще запишем это файл минус полог и теперь мы все увидим вот оно это место мы создали баш собственно как работает при направлении вывода такого рода он создал файл временный записал туда в этот наш текст и тут же удалил потому что нам не нужен файл на диске нам нужен только открытый дискриптор а этот дискриптор отдал этому самому кату в качестве сады и на вот он этот файл вот он существовал только в момент его набитие набитие этими самыми данными а то есть его на бе открыли тут же удалили файл открыли немедленно за он линк ли но в тот по после этого он поскольку дескриптор был еще жив дескриптор сначала записали эти данные потом вот где к ве сказали чтобы он их прочитал вот как это работает вот в вашем шеле будет огромное количество дополнительных хитростей как работать с как перенаправлять ввод и вывод например одной из этих хитростей я случайно пропалил это хири стринг вот когда после трех скобочек вы указываете строчку и она считается содержимым файла который мы даем ну в общем вариантов очень много смотрите документацию самый важный и клевый инструмент который есть в шеле это конечно pipeline я всегда привожу в когда разговариваем про когда мы говорим про программирование именно на сей системная пример того как написать реализацию пайплайна на сей это получается такая не слабая программа строк на 25 с проверками всего а то но может быть и короче если ничего не проверять вот там есть вы можете посмотреть у меня тут где-то тут на сайте ки в лекциях написано значит явно как все происходит сейчас быть не буду мы сейчас как пользователи просто считаем что помимо перенаправления ввода из файла и файл есть перенаправление ввода и вывода от одной программе к другой с помощью вот этого трубопровода вот например дэйт из дамп минус цена шлюбилл мы теперь знаем как это пишется плюс 2 что мы сейчас сделали мы вызвали команду дэйт перенаправили ее вывод на ввод команды хекс дамп при этом не дает нет хекс дамп могли не догадываться от того о том что у них стандартный ввод и стандартный вывод не терминала что-то иное им было в общем все равно вот перед направлением направили друг на друга вывод на ввод за хекс дамп или получили вот это а потом еще вывод хекс дампа перенаправили утилиты тэйл который сказали со второй строчки пожалуйста начни она со второй строчки пожалуйста начала вот такие цепочки трубопроводов вполне возможно значит да в общем довольно все довольно все очевидно вот в этом деле не очень очевидно как там это под капотом работает но она работает и вот видите приносит свои плоды можно даже вот даже можно же вот так вот сказать да можно сделать подстановку я про подстановку говорил про такую или не говорила я забыл про нее ну в общем подстановка же может быть результатов вывода вот такая мы можем просто взять забрать в бэк теки или что то же самое в доллар скобочки и вот и у нас внезапно в доллар а прям вот вот вся вот эта вот фигня запишется как тексту переменную ну в общем еще раз как язык склейки баш очень хорош потому что его собственно инструменты для склейки по вводу выводу они синтаксически прозрачные очень короткие и в общем работает продолжаем говорить про ваш как про язык программирования что там с условными операторами и циклами там все очень смешно дело в том что чаще всего в языках склейки мы имеем дело например с exit статусами запущенных нами утилит мы запустили программу она возвращает код ошибки этот код ошибки надо проверить вот поскольку код ошибки это не вот не вывод не вывод стандартные вы даже специальное число которое как-то отдельно передается она и в шеле тоже передается отдельно через переменную по моему доллару просить на и знак смотрите давайте для определенности вот а теперь давайте попробуем несуществующий файл вот как видите в случае когда у нас работа утилиты произошла успешно возвращаемая код ошибки 0 а когда она произошла не успешно код ошибки какой-то вот более хитрый допустим если мы захотим посмотреть что-то типа куда нельзя куда нам обычно нельзя смотреть сейчас посмотрим наверняка же есть видится каталоге куда нам смотреть нельзя вот всех слов . да нельзя смотреть давайте попробуем узнать а какой же какой же код ошибки тоже 2 ну в общем вы меня поняли вот а я забыл сказать что некоторые утилиты все-таки смотрят на терминал они выводят или нет тот же лс например на терминал выводит в цвете а если его засунуть в пайп то все пойдет совершенно по-другому он во-первых поймет что он у данного устройства вывода нету ширины и поэтому лучше в столбик всего вводить а вторых у него нету цвета вот этих escape последствий поэтому будет извините забыл сказать да так вот наши утилиты все возвращает какое-то нулевое или ненулевое exit статус во знаменании того что нулевое утилита завершилась успешно сработал успешно или ненулевое что сработало неуспешно поэтому все условия в шелле и эти самые в условных операторах в операторах цикла это проверка exit статуса запуск утилит ну реально смотрите и в лс тмп зэн эхо кукул элс эхо кукаряку фи вот это фи тут у меня кажется да просто ну вот александр посмотрел посмотрел в документации где-то и нашел рекомендации о том что 0 окей один небольшие проблемы два большие проблемы значит видимо вот а и манплс наверно да давайте давайте посмотрим это хороший совет да вот смотрите мы смотрим манплс по совету александра вот и видим что в мане прямо есть разговор про exit статус и действительно небольшие проблемы большие проблемы да мы возвращаемся к нашему и лесу и так тмп ужасен давайте тогда не тмп слэш тмп ну вот значит зная что лс возвращает то что нам тут рассказал александр мы можем написать условный оператор который в случае если ошибок не было напишет кукул а в случае если они были напишет смотрите кукуляку то есть нулевой код возврата вот этой команды приводит к тому что выполняется клауза true а единичный код возврата вот это не нулевой код возврата от команды в данном случае 2 как мы помним про и потому что вы называете клауза false вот ну вот собственно весь вас условно оператор вместо условия здесь любая команда вообще любая вот от которой он просто анализируется код возврата если он не нулевой фолз если если нулевой true вот что в общем непривычно мы привыкли наоборот что 0 это false а не 0 это true но нет да поскольку номер ошибки бывает разный то поэтому когда он не 0 это ошибка когда он 0 это не ошибка так считается вот точно так же работает while while посмотрите а у нас вводится стандартного года и возвращает статус в общем 0 всегда но если мы например вот сейчас скажем да это просто пустая строка скажем control д то есть скажем дорогой рид у тебя стандартный вот вкончился ты не можешь ничего ввести возвращать статус 1 таким образом мы можем написать цикл вайл рид а дух эхо доллар а за да так устроен цикл в цикл вайл вот что он делает он запускает команду рид до тех пор пока она пока юрий и exit статус не равен вернее равен нулю как только я сделаю что-то что юрий статус команды рид а станет не нулю вода с допустим единицы потому что скажу control д нашим наш цикл закончится вот есть цикл for это цикл по множеству строк вот не более того более подробно опять же велкам в документацию пошел для того чтобы работать с более привычными нами форматами данных например с числами нужно например их уметь сравнивать и современных шеллах есть свои собственные операции сравнения встроенные всякие развесистые но даже если их нету есть такой утилита тест который может проверять различные свойства наших объектов в том числе сравнивать строки вот смотрите string равно string string не равно string integer и q integer это равно но для целых а не для не для показываю пальцем зачем-то для целых они для строк да вот обращаю ваше внимание кстати на то что в шеле все переменные строковые а то что интеджеры будут интерпретировать как дальше дальше есть тесты для файлов например файл можно сравнить существует ли он читается ли он не старший друг другого файла вот существует ли файл да не старше ли один файл другого существует ли файл является ли он исполняем это минус x есть не ошибаюсь должно быть вот существует является исполняем им вот ну и так дальше то есть мы можем написать и в тест слэш в а ты минус x минус x слэш в а ну там . слышу а затем забыл вот мы запустили этот 2 а в случае допустим если это будет него что-нибудь другое кино здесь файлы филе она не сработает потому что файл филе как мы видим из его цвета этот файл запускаем а этот нет да и тест нам ответил на вопрос самое смешное что у утилиты тест есть еще полный аналог утилит который называется открывающая квадратная скобочка вот они еще и разные а раньше просто стимлин был один на другой но ответь они еще и разные значит это странно кстати странно раньше они были сим линком друг на друга удивительно что они теперь разные файлы в в общем они делают примерно одно и то же просто квадратная скобочка используют для того чтобы написать вот такую вот допустим там и в тест 123 минус лт 234 зен зен эхо кукухи вот можно вместо этого использовать квадратную скобочку не забываем только что это такая утилита вот когда мы используем тест мы понимаем что мы вызываем программу с параметрами раз два три лт 234 когда мы пишем квадратную скобочку мы начинаем невольно думать что так у скобочка от оператора ив нифига подобно это утилита квадратная скобочка которому передали четыре параметра раз два три лт 234 квадратную скобку не дай бог вам вот здесь написать не написать пробел а вот здесь не написать пробел а начнутся ваши у вас наши проблемы смотри а он говорит я не знаю что такое квадратная скобка 1 2 3 нет такой утилиты утилита квадратная скобка есть квадраты скобка за 23 нет и такая же такая же фигня вот здесь нам утилита квадрата так ты скобку то закрой ты ее не закрыл вот что еще еще оператор кейс который использует все тот же язык генерации шаблонов вот и вы можете проверять строчка совпадает с некоторым шаблоном или нет довольно удобная штука но за неимением времени давайте мы это дело опустим читайте документацию там все написано бар спрашивает для почитать про скобку в мане по тесту я говорил раньше что это одна этаж была утилита вот видите тест expression а так квадратная скобочка expression это манат для они не тот же я вообще не понимаю почему они разъехались не должны были раньше был прям simlink вот возможно они да возможно где-то они немножко по-разному себя ведут из-за вот этой финальной скобочки да хотя это тоже можно было непонятно значит кстати сказать о языке описание шаблонов мы им часто пользуемся когда будем там типа лс звездочка но давайте я про него расскажу чуток язык описание шаблонов это не рыбу язык регулярных выражений он существенно более бедный вот но и возникну очень давно и по большей части он нужные цели закрывает он очень простой вот собственно когда делали регулярные выражения видимо пользовались делали он наподобие языке языка шаблонов шелли возможно наоборот но скорее всего на в этом направлении вот и вот он очень просто если мы говорим звездочка или эхо-звездочка вот это где альфтмп это эхо-звездочка давайте куда-нибудь перейдем если мы говорим или лс-звездочка это неважно или вообще все что угодно звездочка то происходит следующая штука сначала shell превращает эту звездочку в последовательность имен файлов которые соответствуют этому шаблону то есть смотрите не команда эхо или команда лс обрабатывает эту звездочку а сам shell превращает звездочку в последовательность имен файл поэтому когда мы говорим эхо звездочка звездочка нам звездочку shell превращает в 03 терминал поджига лиценз лидми md и больше ничего а когда мы говорим лс-звездочка знаете что при этом происходит происходит превращение команды лс-звездочка в команду звездочка пришел превращает в такую последовательность и дальше лс говорит мы говорим лс вот это вот этого и вот это давайте еще раз лс звездочка звездочка это то же самое что лс вот это вот это и вот это вот но это каталог поэтому лс в каталоге показывает содержимое каталога а это файлы поэтому лс файлов покажет сами файлы вот получается вот такая картина да вот эти три объекта раскрывается лесу еще раз генерации имен файлов делает баш а не вызываемый утилита мы сначала обрабатываем этот шаблон а потом только он переезжает наш кому если мы хотим сказать ехо звездочка мы должны взять ее в кавычке вот ну а дальше язык шаблона в общем довольно простой мы можем написать что-то типа и тогда у нас все что начинается над 0 до 9 или все что не начинается на от 0 до 9 до или там звездочка . звездочка все у кого есть . посередине короче говоря да там это все в общем довольно простая штука или например звездочка . два восклицательных знаков что это такое в ворсительных это значит любые любое количество символов . и 2 ровно два символа опять же за дальнейшем идите идите в документах вот такой набор очень неполный на самом деле я же говорю про это можно читать целую целый целый спецкурс очень неполный набор того что умеет шел как язык программирования и в частности вспоминаем наши мэйк файлы команды которые мы там в мэйке даем они тоже будут наше ли скорее всего на баше и мы можем использовать так называемые башизмы то есть такие инструменты которые в стандартном шеле нету а в баше есть вот но надеяться на это не очень надо поэтому может быть стоит как бы избежать если вы пишете shell скрипт на баше будьте добры укажите ему в шибанге именно баш вот кстати сказать про шибанг раз уж пошла такая пьянка опять-таки это немножко про другое но вы как программисты под линукс наверняка с этим будете сталкиваться смотрите вот у нас есть файл который является сценарием ну допустим называется он о даже не так давайте будет называться вот сейчас дайте подумать вот такой вот файл который мы собираемся запустить мы его команды не найти хорошо жалко что команды не найти ну ладно тогда пускай будет их ехать 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 волк значит что при этом происходит шелл считает что это его шелла сценарий и поэтому пытается выполнить команду print потому что она его шельные вот нему не находит команды print ее нету в паск у нас соответственно сценарий не сценарий если мы хотим написать сценарий который выполняется конкретно башем ну допустим мы должны писать что-то такое бин баш давайте сделаем так пеха доллар шелл это убираем пробуем бинзы шелл это убираем отлично все сделаем не так а понятно сейчас давайте как отличить зашелл от башем мы сейчас примерно так уровне все равно равняется шелл до бинзы шелл видите да сейчас еще тут еще в башу у нас есть а дайте так сделал о баха баш хорошо да нет но я так не играю как отличить один шелл от другого ладно я знаю как отличить давайте я забыл сказать вот здесь вписать тоже что еще в башу есть параметр командной строки argv0 argv1 вот это все а это тоже не подойдет это будет . о слушайте я не знаю как отличить один шелл от другого внутри шелла это странно сейчас посмотрим не знаю ладно ладно но бог с ним я хотел вам привести пример как два шелл друг от друга отличаться ну да фиг с ним это же не так важно важно что мы можем вписать вписать ой правда не знаю ладно можно вписать сюда какой-нибудь другой интерпретатор на самом деле вот поэтому 3 да только у нас днем там есть сербин еще программа внезапно не заработает потому что она кажется написанной на бетоне а кстати я знаю чуть-чуть не значит надо взять ну александр было и хабаш но хабаш она сначала равно у меня было башь в обоих случаях поэтому нет ладно значит ну короче вы меня все равно уже поняли в чем идея идея состоит в том что вот это вот волшебная последовательность решетка восклицательный знак называемый шибанг позволяет в линук системах прямо написать каким интерпретатором интерпретируют данную данную данный код мы конечно можем попробовать его интерпретировать другим интерпретатором например вот так у меня не стоит питон 2 вообще не стоит ну значит не стоит нет никого питона 2 да но в действительности как бы вот это явное указание на то что при попытке запуска этой программы она запустится именно этим интерпретатором в случае баши кстати обратите внимание раз уж пошла такая пьянка и все равно это надо было сказать в случае шелла на самом деле можно было написать вот так вот доллар 0 что еще там есть не доллар звездочка это все переменные их количество например вот доллар 0 все перемены их количество доллар один первая перемена но и тогда все хватит нам прошел значит ну в общем вы поняли наверное что значит мелкие упражнения на шеле которые чего-то откуда выковыривают с помощью других утилит как правило это довольно частая ситуация когда вы пишете какую-то обвязку то есть склеиваете результаты вашей сборки поэтому вы как программисты допустим на си на самом деле довольно много будете иметь дело с вот такими мелкими шальными штуками например на при написании make файлов или чего-то иного похожего на вот теперь собственно относительно утилит которые работают с файлой системы и всем остальным базовый такой огромный набор утилит предоставляет нам набор который называется гну кори ютилс он реально здоровенный видите вот я даже планировал потыкать в него просто пальчиками почитать что и какие бывают какие бывают утилиты и что не делают из тех которые я которыми я в общем пользуюсь у нас осталось 20 минут где-то да наверное имеет смысл это делать очень в торопях вот но все таки но утилиты кат мы уже пользовались вполне да а еще стиль то так которые по моему строчки в обратном порядке представляет поэтому да она переставляет в порядке в строчке в обратном порядке по моему она может даже и символы переставлять а нет не может вот но всякие всякие вот бишься 4 а д который является аналогом хекс дампа только из кори ютилс о да в другой из другого из другого пакета вот ну в общем буду честно рассказывать из того чем я действительно пользовался хотел мы с вами уже смотрели сплит позволяет распилить кусочек файл до кусочки в маленькой для мелом маленького размера vc моя любимая утилита потому что можно сказать вот так вот и будет будет можно сказать вот так вот и будет туалетный юмор call палка vc но на самом деле это к и слева календарь а справа это значит ворк каунтер он считает количество строк слов и символов в выводе точнее букв символов чтобы символ надо стать минус b минус b нет нет минус c символ да нет тоже символ в цель он умеет вообще байкс чарс вот вот видите 189 байтов на 168 букв потому что потому что в календаре извините есть русские буквы они больше одного байта занимает календарь в в в ц где она там вот самая в в вот но всякие чем суммы прекрасный за утилита сорт который отлично справляется своей задачей вот допустим у нас есть это джо 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 нестандартный утилит который я лично собираю в альт линукс с помощью можно быть можно делать все много всяких трех еще я поставлю туда в в линук спракта значит значит на самом деле зря я его ставил здесь же утилита сяку который может все это делать ну хорошо да значит джо джо минус r джо минус r10 вот пожалуйста вам а 10 случайных чисел давать сорт и они отсортировались или сейчас я посмотрю ман джо джо там я хочу чтобы они были одинаковые а а рандом а диапазон где а откуда докуда begin end репс да значит джо минус r допустим 20 от 1 до 10 вот со вот вам пожалуйста некоторые числа которые отсортирован ну как бы который да который можно их этот поток унифицировать уник 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 да и от нашего отсортированного потока останется только уникальные значения да можно сразу сказать сорт минус у обратить внимание на то что сортировка происходит лексикографический утилита сорт в первую очередь предназначены для сортировки строк в которых написано не число а строки поэтому после 1 идет 1 0 а после 1 0 идет 2 если вы хотите чтобы сортировка было не век кто делаете минус n ну и соответственно м у чтобы упс минус у вот чтобы 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 вот а ну да это же это же это же случайный число еще раз повторяю утилита джод нестандартная есть место не утилиты секун она там же в Core Utils Она чуть более простенькая Но последовательность она умеет делать А мы с вами продолжаем прыгать Быстро-быстро прыгать по Core Utils Утилита, которой я предлагаю воспользоваться Давайте вернемся к нашему исходной задаче А то у нас осталось немножко времени Возможно мы не успеем все Утилита, которой я предлагаю воспользоваться Называется кат Прог точка Да что такое Вим Прог точка си Си Вот Помните, тут жаловались Жаловались, что Все хорошо, когда мы все в столбик вывозим Но у нас же в самом начале строки Было Татар ГВ Наша программа в задании домашнем Было написано таким образом Что Ну примерно вот таким Не таким, конечно Не таким, конечно Вот таким Вот Да И Сейчас мы еще сделаем Print Printf Вот Минус О Прог И минус Статик Точка А Прог Что там Подчеркни Вот Примерно так работало наше домашнее задание И наша задача Обработать этот вывод Таким образом Чтобы у нас получился одинаково Так вот Утилита, которой предлагаю воспользоваться Называется Cut По умолчанию Она предназначена для Распарсивания Файлов по свд Вообще говоря И ему подобных То есть Для файлов Разделителем В которых является Двоеточие И оттуда можно Cut Минус Филд Допустим Один Нет Это цепь Посмотри Еще Два Нет Или она Табуляция Или она Табуляция По умолчанию Не паспана Парсит А по умолчанию Табуляция Что Сейчас посмотрим Так Да По умолчанию Табуляция Не по свд Соврал Парсит Файл с табуляциями В качестве Сепараторов Ну поскольку У нас Не Табуляция Здесь А пробелы Можно писать Так Cut Минус Cut Минус F 2 Минус Делимитер То бишь Сепаратор Пробел Вот пожалуйста Второе поле Давайте Чтобы было понятно Что оно второе Да Мы пропустили Пропустили первое Только второе Теперь давайте Попробуем вывести Все Да N Минус Окей Вот Вот мы Обработали Вывод нашей Прога С помощью Утилиты Кат Таким образом Чтобы Ее Выдача Совпадала С выдачей Программы Прог Дальше Мы можем Перенаправить Файл ЦМП И всем Хорошо Слушайте Слушайте Я не Не закончу Все За сегодня Смотрите Смотрите Оно никак Не кончится Вот Поэтому Видимо Я на этом Практически Закончу Но скажу Еще две вещи Во первых Есть Очень крутая Утилита Join Вот она Которая Позволяет Эффективно Работать С очень Большими Файлами И объединять Их По общему Полю Нет у меня Уже Времени Рассказывать Про то Как она Работает Но Практика Показывает Что если Здоровенные Текстовые Файлы И вам Нужно Их Как-то Организовывать Давайте Почитаем По нему Да Identical Join Fields Вот Главная Ее фишка Что они Очень Очень Эффективный Логаритм И Вот И второе Что я Намеренно Пропустил Это Утилиты Которые Работают Комбайны Которые Работают С Регулярными Выражениями В первую Часть Греб И Сет Вот Давайте Мы Поправим Тут Какая Тому Греб И Сет Что Тебе Не Нравится Дорогая Редакция А Вот Одна Тут Одна Кавычка Вот И Такая Же Фигня Вот Здесь Да Да Точно Точно Вот Это В первую Часть Греб И Сет Вот Которые Мы Пользуемся Сплошь И Рядом И Которые В общем Являются Универсальными Комбайнами Для Обработки Мелкой Обработки Текстов Которые Собственно Нам Может Понадобиться Вот Например Вместо Утилиты Кат Я Был Написать Следующее Сет Поискать Все Удалить Все До Первого Пробела Все Начиная Сначала Строки Все Непробельные Символы Удалить Удалить Заменить Ни на что Та-дам Некоторая Особенность Седа Состоит в том Что На самом деле Это Алгоритмически Полный Текстовый Редактор Потоков То есть Вы на нем Можете писать Здоровенные Программы Которые Много Чего Делают Его Алгоритмическая Полнота Это Такое Возвращение Конечно Но Помимо Операции Search В нем Еще Куча Других Операций Просто Это Довольно Много Рассказов Мы Можем Поупражняться На седе Но Тогда Мы Не Будем Заниматься Разработкой Приложений Вот И Единственный Инструмент Который Пользуется Все Время И Часто Это Пресловутая Команда Search С Реплейсом Который Вот Так Выглядит Вот Здесь У нас Регулярное Выражение А здесь У нас То На Что Мы Заменяем В данном Случае Мы Хотели Что-то Вырезать Там Видите Еще Пробельчик Значит Еще Пробельчик Довольно Часто Меня Просят Сделать Лекцию По Регулярным Выражениям Кажется Она У нас В прошлый Раз Была В Питой Вот Я Не Уверен Что Она Влезет В формат Лекций По Программированию Под Линукс Потому Что Мы И так Вот Сегодняшнюю Лекцию Она Вне Плана Напоминаю Что Она Такая Экспромт Читается Потому Что Предполагалась Другая Вот Но Мне Кажется Вам Без Этого Будет Тяжеловато Без Скажем Так Знание О том Что Все Это Можно И Нужно Делать Вот При Решении Домашнего Задания Нужно Было Делать Что То Вот Такое А Вовсе Не Страдать Там Не Подменять Анлинком Ни Чего Сравнивать Актуальную Выдачу А не Полную Вот Та же Самая Фишка С Грепом Греп Это Утилита Поиска Регулярных Выражений В тексте Соответственно Вам Нужно Быть знаком С Выражением Вот Ну А Для Более Сложных Случаев Существуют Вот Что-то Они Выходят Сейчас Из Моды Контекстно Ориентированные Языки И Люди Предпочитают Писать Просто На питончике Тупо Ну Можно Писать И на питончике Хотя Контекстно Ориентированный Синтекс Для Обработки Текстов Гораздо Интереснее А есть Еще Макро Язык М4 Про Которую Я Надеюсь Я В конце Семестра Сделаю Лекцию Для Курса Парадигмы Программирование Потому что М4 Это Макро Язык Эксплуатирует Идею Макро Подстановки Это Немножко Другое Вот Прежде чем Мы с вами Расстаемся Последнее Последнее Маленькое Замечание Как бы Которое Может Испортить Жизнь Многим Из нас Если Мы Этого Не будем Знать Обработка Текста Утилитами Из Пакета Кори Ютилс А также Другими Зависит От того Какая У вас Система Расположена Локаль Смотрите Утилитами Ничего не смущает Вас В этой процедуре Сортировки Давайте Эту процедуру Сортировки Она сделана Для локали Русской Да У нас Российская Локаль Давайте Мы Скажем Что локаль Не российская А скажем С По умолчанию И снова Отсортируем Этот файл Давайте Сравним Результат Вот такого Сорта С вот таким Сортом Они Одинаковые Или Нет Нет Почему Потому Что С точки Зрения Российской Локали Большие Маленькие Буквы При сортировке Не различаются Так написано В документации В стандарте С точки зрения Локали ЛЦ Ну как бы Общий Поскольку Она не знает Ничего ЛЦ Про русские Буквы Она считает Что Надо их Упорядочивать По собственно Аскикодам Вот Ну и упорядочивает Вы можете Наткнуться На эти грабли Совершенно Нечувствительно И считать Что у вас Все Упорядочено По Ну большие Буквы отдельно Маленькие Отдельно Они у вас Будут В перемешку Потому что Локаль Российская Та же Самая Фигня Когда вы Работаете С датой Да Эта Самая Дата Может быть Вывести Так А может Так Да И так Дальше И так Дальше Даже ЛС Мне кажется Будет сортировать Файлы В соответствии С локалью Имена Файлов Так что Вот Имейте Это Ввиду И Если Вы пишете Большие Скрипты Которые Обрабатывают Тексты Обязательно Перебивайте Локально Какую Нибудь Ну Конкретную Тут Бар задает Некоторый Странный Вопрос Про то Что Он Не понимает Расписание Моих Занятий Расписание Моих Занятий Вообще Говоря Находится Вот здесь Вот В расписании Моих Занятий Ну то То есть Вот смотрите Вот есть Лекции Вот у них Есть Время Проведения Вот Есть Лекции Да Где Она Тут Допустим По Битону Вот есть Ее Время Проведения Так что Мне кажется Странный Вопрос Да Вот Все Это Время Я Тут Когда Я Цитаю Лекции Я Тут Лекции Они По Календарю Вот Календарь Так что Вопрос Он Не Принимается Мне Не Кажется Он Это Самое Релевантное Так Что Еще Я мог Хотеть Сказать Но Уже Познавато Но Не Сказал Важного Домашнее Задание Я Надеюсь Сделать Завтра Вот Пока Его Нету Читайте Документацию Я Может Найду Какой Нибудь Русскоязычный Текст Для Тех Кому Не Нравится Англоязычный Будет Оно Состоять Разумеется В написании Shell Скрипта Который Что Нибудь Такое Делает Вот С Использованием Суперпозиции Из Каких Нибудь Вот Таких Утилей Наверное Все Ждем Вопросов Если Они Есть Но Кажется Последним Кто Активно Задал Вопросы Был Как Раз Барс Вот Тогда Видимо Если Вопросов Нет Всем Спасибо Всем До Свидания В Следующий Раз Мы Таки Продолжаем Разговаривать Про Средства Мета Конфигурации То Про Средства Адаптирования Сборки К Текущей Сборочной Среде Ну И Собственно Вот Все Тогда Значит Если Вопросов Больше Нет Всем Спасибо До